Приветствую вас. Вы знаете, я понимаю вашу ситуацию, понимаю то положение, в котором вы оказались, но хотел бы обратить ваше внимание на то, как вы ставите свой вопрос. Вот, серьезно, то, как вы ставите свой вопрос, да, то, как вы его ставите, вызывает, ну, по меньшей мере, знаете, ну, не вопросы, может быть, да, не вопросы, может быть, но такие, знаете, сомнения. Как вам быть? Ситуация, на самом деле, достаточно сложная, да, ситуация, на самом деле, достаточно безвыходная, в том смысле, что, ну, как бы, муж ни во что не ставит, да, вы, соответственно, скандалите с ним, вот, чем тоже не добавляете симпатии ему, ему, да, по отношению к вам. Вот, вы скандалите, вы ссоритесь, вы беременны, что важно, что важно, вы беременны, то есть у вас нестабильное, ну, состояние, да, нестабильное эмоциональное состояние, вот, родители ваши находятся далеко, вот, и по факту, по факту, вы одна. То есть это такой вот, знаете, такая вот, получается, позиция жертвы, я бы, я бы так сказал. Да, то есть все против меня, все против меня, ничего от меня не зависит, я ничего не могу. Сама. Сделаю. Вот. Возникает вопрос, а как, как же вы, вот как вы, оказались в этой ситуации? Как вы, оказались в этой позиции, как вы, оказались, вот, ну, вот, вот, вот в этом? В такой истории с своим мужем, например. Ведь, ведь, вряд ли, свекры, да, относятся к вам так только сейчас. Скорее всего, так они относятся к вам, ну, относились, так они относились к вам всегда, возможно. То есть, ну, с самого начала, по сути. Но, и, соответственно, возникает вопрос у меня. Уникальный вопрос. Как вы позволили себе в этой ситуации быть? или, почему позволили себе в этой ситуации быть? Как вы пришли к, эээ, к данному исходу? Ведь, эээ, вас ведь, эээ, с мужем что-то объединяет, у вас же есть что-то общее. Значит, в ваших отношениях что-то изначально уже пошло не так, получается. Ну, так вот, и давайте подумаем. Давайте подумаем. Когда эта история началась? Когда вы заняли такую позицию? И ради чего вы заняли такую позицию? Вот, ну, позицию такую, знаете, больше скандалящую, да, такую позицию? Вы заняли? Вот. Вот это я и хочу у вас спросить, спросить. Это я и хочу, чтобы вы объяснили. Как так вышло? Как так получилось? Понимаете? Потому что те мотивы, которые у вас были, да, та позиция, которая у вас была, тот образ психологический, который представился и представляется сейчас свеклам и вашему мужу, создавали вы. на основе определённых своих убеждений, на основе определённых своих позиций, на основе определённых своих точек зрений и так далее. Так давайте мы с вами определим всяк. Что это за позиция такая? Что это за точка зрения такая? Какие у вас, например, представления о, допустим, той же семье? Допустим, о той же семье. Какие у вас представления? А какие представления у, о, о, о семье у мужчины? Вот. А есть ли разница между вашими представлениями? Когда эта разница проявилась впервые? Как вы отреагировали на эту разницу впервые? Ведь совершенно очевидно, да, что, ну вот, скандал, который сейчас происходит, именно, вот, именно скандалы, это история чего-то другого. То есть, возможно, это история ваших притязаний, возможно, это история вашей, ну, неуверенности в себе, например, возможно, это история вашего одиночества, вашего бега от одиночества, в том числе и в семью. Вот, возможно, это история вашей, к примеру, нереализованности, которая есть у вас. и так далее. Понимаете? Вот. Но это однозначно кроется в вашем восприятии себя и, ну, себя и других людей, конечно же. Да, и других людей. Вот. Поэтому и говорить с вами мы можем только об этом, только об этом и только про это, по сути. Да? Вот. И не про что больше. То есть мы не можем говорить про, допустим, вашего мужа, мы не можем говорить про то, что он, там, к примеру, делает, допустим, что-то не так. Мы не можем. Потому что это его право, это его выбор, это его позиция. Но мы хорошо можем говорить про вас. Если, конечно, вы этого хотите. Давайте сразу. Чего вы хотите? Вот. Определитесь со своими желаниями. Сейчас, когда вы беременны, когда вы беременны, я полагаю, что основным желанием вашим должны являться сохранение ребенка. Татус сохранения, ну, адекватное его формирование, да, и так далее. Вот. Я думаю, что это один из ключевых моментов. Соответственно, самое время спросить себя, а, что ли я делаю для этого? Для того, чтобы моему ребенку, допустим, было хорошо. А если, если я делаю не всё для этого, то почему я делаю для этого не всё? Вот. Это первое. То есть первое, это ребенок. На данный момент, потому что вы беременны. Да. Вторая сторона. Это то, как вы пришли, значит, к тому, чтобы забеременеть. То есть, хотел ли ваш муж, допустим, детей, как он это видел? Как так вышло, что вы, значит, забеременели в условиях, когда мужчина с вами, ну, практически, да, не проводят время. То есть, по сути, когда он живет, как бы, ну, на два минута, да, и зависим от своих родителей. То есть, как так вышло, что вот вы, значит, ну, согласились, согласились, ну, стать матерью забеременеть и так далее. Хотя, совсем очевидно, что безопасность в безопасности вы не находитесь. Вот. Понимаете? И вот те причины, по которым, по вы совершали тот или иной выбор снова и снова, и нужно исследовать те причины. Понимаете? только так можно вам помочь. Только так можно опискать причины, по которым вы оказались в этой ситуации. И скорректировав их, уже будет понятно, как вам быть сейчас. Потому что, ну, да, в теории нужно, если не разводиться, то, как минимум, жить отдельно. Это понятно. Это понятно. Но минуточку. Если бы вы могли развестись, или если бы вы были уверены в том, что, к примеру, хотите развестись, я думаю, что вы развелись бы. Значит, есть что? Вот что есть, да? Что есть? Ну, вероятнее. 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 всего. Есть надежда. У вас. Вероятнее всего, у вас есть надежда. На то, что ситуация изменится. Вот. На то, что ситуация станет другой. Вот. На то, что мужчина, например, будет вести себя иначе. К примеру. Вот это я просто вот к примеру говорю. А может быть, есть страх у вас перед, допустим, ну, к примеру, перед будущим у вас есть страх. Что вы боитесь, например, того, допустим, что останется одна. Вот. А может быть, вы боитесь чего-то еще. Понимаете? Вот. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот эти аспекты все нуждаются в корректировании. в коррекции и как бы как минимум проговаривании. Вот. да, это не всегда легко, да, это не всегда дается с первого раза, но тем не менее. Тем не менее. Выбора у вас нет. Потому что если будет продолжаться так, то ребенок будет глубоко несчастный. Потому что глубоко несчастная его мама. К примеру. Обратите внимание на мужа. Которого вы выбрали себе. Да? Это достаточно такой, ну, безвольный человек. Да? Как так сказать? Противоречивый, наверное, человек. Да? Вот. Потому что он, с одной стороны, он вроде бы подчиняется своей маме без приказ слов. Ну, маме, да, папе без приказ словно все делает. А с другой стороны, он игнорирует вас. И не хочет ничего делать, как бы, для вас уже. Понимаете? Вот, собственно, об этом нужно разговаривать. Собственно, именно это нужно исследовать. Ну, именно, вот, в вашем контексте. И тогда, я думаю, ситуация будет улучшаться. Тогда, я думаю, что вам будет, ну, гораздо легче, чем сейчас. Но над этим нужно работать. С этим нужно работать. А вы же, пока что, вы ищете такой достаточно легкий путь. А вы просто спрашиваете, как вам быть. Вот. Понимаете? Вам самой нужно принимать решение. Как быть? Вам самой нужно смотреть, что вы можете сделать и... что в этой ситуации является выходом, как бы, для вас, по крайней мере. Да? Вот. И тогда уже, тогда уже и будет, соответственно, понятно, как и что. Понимаете? Тогда уже и будет ясно, что вы можете делать, что вы сможете сделать и... так далее. А так, ну, на данный момент вы просто рискуете поменять один совет, да, там, как бы, ну, одну часть, один вид советов, да, вы рискуете снять на другой вид советов. По сути дела. Вот. Ну, мне бы, если честно, этого, этого не хотелось бы. Вот. Мне бы хотелось все-таки, чтобы вы получили профессиональную помощь, да, для этого нужно разбираться. Для этого нужно разбираться и смотреть, что и как. Ну, уже сейчас я могу сказать, что это вот принятие личной ответственности. То, что я могу сказать. То есть, пока что вы очень безответственны. Вы безответственно относитесь к своей жизни. Вы безответственно относитесь к ребёнку, который у вас есть. Вы, на мой взгляд, возможно, даже не думаете о будущем. Чтобы вы не думаете о том, как будет у ребёнка. Ну, вот, жить ваш. Что он будет чувствовать, ребёнок ваш. Как ему будет, эээ, как ему, каково ему будет и так далее. Вот. Я вас не обвиняю, да. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Я вас не обвиняю. Просто я хочу, чтобы вы расстраивали приоритет. Это, кстати, ещё одна, скажем так, проблема. Что у вас, у вас нерасставленный приоритет. Что для меня важнее всего для вас, это вы и ваш ребёнок. Это так? Нет. Это не так. И вот до тех пор, пока это не так, вы будете мучиться и будете переживать. Потому что на первом месте у вас будет кто угодно, только не вы. Сами. Понимаете? Вот и всё. Так что я думаю, я думаю, что будет идеально, если вы найдёте, если вы выберете, точнее, себе психолога. Вот. И будете с этим психологом работать, изучая себя, исследуя себя. Вот. И вы придёте, как раз таки, к тому решению, которое подойдёт лично вам. Так, чтобы это, вот мы за вас, чтобы этого не, чтобы мы за вас этого не делали. Чтобы мы за вас никакие решения не принимали. Вот. Мне видится так. Эта история и ситуация. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.